В Оксайе по дорожной карте занятости в прошлом году начался капитальный ремонт средней школы номер 3. Общая сумма проекта 483 миллиона тенге. Работы должны были завершиться еще в феврале текущего года. И родители ждали, что в четвертой четверти их дети будут учиться в обновленной школе. Однако из-за проблемы с финансированием проект свернули. На недавней сессии областного маслехата утвердили выделение дополнительных средств на возобновление работы. Школа номер 3 была сдана в эксплуатацию в 1988 году. За это время здесь проводился лишь косметический ремонт. За 30 лет внутренние инженерные коммуникации порядком износились и требовали полной замены. Состояние электропроводки также оставляло желать лучшего. К тому же она морально устарела. Доставляла хлопот и протекающая кровля. ПСД на ремонт школы готовили два раза. Средства на капитальный ремонт были выделены в прошлом году в рамках программы «Дорожная карта занятости». На капремонт были выделены из республиканского бюджета по дорожной карте занятости. Сейчас на данный момент у нас общая сумма капремонта 483 миллиона. На данный момент они выполнили 80-90 процентов. И оставшие суммы на этот год где-то около 180 миллионов тенге. Ремонт уже выполнен на 80 процентов. Отремонтирована кровля, практически закончены работы на втором и третьем этажах. Благоустройство территории проведено еще в прошлом году. В работе еще один этаж – столовая, актовые спортивные залы. Последним будет застелен специальный паркет, который предназначен именно для таких помещений. За счет сэкономленных средств будет обновлена мебель в 30 кабинетах. Приобретено новое оборудование для столовой и LED-экран. Ремонт школы по плану должен был завершиться в феврале. В данный момент работы на объекте не ведутся. Они приостановлены с января этого года из-за отсутствия финансирования. На сегодняшний день выполнен 80 процентов объема работы. Осталось 20 процентов объема работы. Сейчас у нас задержка финансирована. Как финансирована будет, мы закончим остальные 20 процентов работы. Например, в начале апреля будет, в мае 15 мы закончим. Это финансирование будет. На днях в социальных сетях получило распространение видео, снятое одним из работников компании-подрядчика. Оно стало поводом для волнения не только родителей учащихся в школу номер 3, но и других жителей Оксая. Депутаты района Умаслихата совместно с представителями попечительского совета школы осмотрели объект и задали ряд вопросов подрядчику. На месте выяснилось, что в помещении, где было снято видео, произведенные работы не были приняты технодзором и заказчиком. В ходе ремонта у компании-подрядчика поменялся учредитель. По плану, общее количество рабочих мест составляло 140. Из них 70 человек должны были быть приняты через центр занятости. Квалификация последних была, мягко говоря, крайне низкой. Средитель поменялся, кабель даже будет избить. Они в первую очередь начали вот этот кафель клеить. И, короче, там наняли людей, они криво заклеили его. Представитель технодзора, и мы сразу его аннуировали, что забраковали. Ну, не, криво заклеили. И потом электричество не провели до этого снизу. И потом должны были вот это все убрать. Вот это полностью еще не убрали, но полностью уберут. Заново будут клеить они сами. В осмотре приняли участие и родители учеников. Они оценили изменения в кабинетах, а также состояние обновленных санузлов. В данное время в штатном режиме обучаются учащиеся с 1 по 4 классы, а также 9 и 11 классов. Выделены помещения в четырех учебных заведениях, двух детских садах, экономическом колледже и детской школе искусств. Это у нас гардеробная? А вообще гардеробная. У нас проблемы были. Помните, здесь непостоянно. Вы решили так же все оставить, да? Мы гардеробные на 3-10. Нет, нет, вы гардеробные на 3-10. Нет, я понимаю, там гардеробные, тут гардеробные. Да, да, да. У нас просто давки такие были вечно с детьми. И родители дежурили, и учителя дежурили. Мы ту сторону там низкий сделать для начальных классов отдельно, а эту сторону для старших классов. Моё впечатление о школе положительное. Я очень довольна. Я, честно, не знаю, как здесь было раньше, но не могу сравнивать. Но я думаю, что ремонт отличный, молодцы. А то, что здесь есть недочёты, я думаю, они всё это устранят. Так как за это принялся сам Аким, я считаю, что это довольно-таки очень серьёзное дело. И мы, наконец-то, пойдём в первый класс в эту школу. Моя дочка, мой сынок. В принципе, довольны. Просто мне обидно нашу школу. Я её сама заканчивала. У меня сын тут учится. Дочка вот скоро пойдёт. И хотелось бы, чтобы наши дети учились, в безопасности были. Самое главное – это безопасность. Мы все начали переживать из-за проводки. Там проводка непонятная. Если так делают, а не какой ремонт в школе тогда. Ну, убедились, показали. Я знаю, что школа всегда открыта родителям, без проблем. Мы всегда приходим со своими проблемами, со своими вопросами. Нам всегда открыто покажут, объяснят. Решение о выделении средств было принято в этом месяце на сессии областного маслехата. Ожидается их поступление. По заверению подрядчика, при своевременном финансировании школа будет сдана в середине мая. Родители учащихся могут по желанию присутствовать при сдаче объекта. Мария Перо, Калтынбек Майкенов, телеканал «Акжейк».